Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 июня, четверг, и Церковь предлагает нам для нашего назидания и спасения отрывок из апостола, апостольское чтение. Это послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, стихи с 10 по 16. И вот как эти стихи звучат в русском синодальном переводе. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступления к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Итак, дорогие братья и сестры, апостол Павел в своем глубоком, одном из самых глубоких посланий, в которых раскрываются глубины веры и глубины Ветхого Завета, которые раскрываются в Новом, и крупицы вот этой веры, которая в полноте раскрыта в Новом Завете, апостол Павел раскрывает через крупицы, которые были в Ветхом Завете, и это пример как раз-таки Авраама, о котором мы говорили в предыдущий раз. Однако теперь апостол Павел говорит о согрешении и приходит к образу Адама. И он говорит о том, что прежде всего в 10 стихе «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Врагами в том смысле, что человек греховен, и грех всегда сбивает человека с его верного пути. Грех всегда уводит от Бога. Апостол Павел говорит, что «доброе, что я хочу, я не делаю, а злое, что я не хочу, я делаю». Так и в нашей жизни мы часто делаем не то, что хотим, и мы… это влияние как раз-таки страсти, которая есть плод греха. Именно грех рождает. Но здесь самое главное, о чем говорит апостол Павел, что родил грех, а грех привел в мир смерть. «Одним человеком грех вошел в мир, это был Адам. И далее, и грехом смерть. То есть результат греха – это смерть. Так и смерть перешла во всех человеков». Таким образом, мы видим, что грех, который вошел в человечество через Адама, через этот грех результатом греха стала смерть и разложение, распад. И через одного человека вошел грех, и, соответственно, вошла смерть в этот мир. Поэтому смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. То есть здесь имеется в виду, что падшая природа Адама – это природа всех людей, потому что Адам – потомок всего человечества. Адам – родоначальник всего человечества, а все человечество является потомками Адама. Соответственно, именно водами все человечество согрешило. Да, апостол Павел говорит, что до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Естественно, когда нет каких-то рамок, ограничивающих пространство, мы не можем сказать, что, например, комната, в которой вот я сейчас нахожусь, я не могу сказать, что это комната, если не будет стен, если не будет неких границ. Так же и здесь. Как я пойму, что что-то греховно, если нет границы, которая бы ограничивала бы? И, приступая эту границу, я бы совершал преступление. То есть я бы творил дела беззакония. Совершил преступление. Соответственно, закон обозначивает грех и границы греха. Границы допустимого. Да, апостол Павел говорит, что греха, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала. То есть даже несмотря на то, что грех не вменяется, потому что нет закона, все равно действие греха, оно реалистичное и оно действительное в этом мире. То есть мы видим, что грех не вменяется, но люди умирают. И смерть действительно царствует на земле, потому что она является результатом греха. И смерть царствовала от Адама до Моисея, потому что с Моисеем пришел закон. И дальше мы читаем. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, как в результате греха, который пришел через Адама, многие подверглись результату этого греха, то есть смерти. Так и тем более, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Таким образом, мы видим, что Господь устроил так, что та благодать, которая приходит с Иисусом Христом и с Его животворящей для всего человечества деятельности на земле, результатом того, Его дело, дело спасения человеков, то есть это благовоплощение, это крестная смерть и страдания, это, наконец, воскресение на третий день, и славное воскресение, и вознесение. Все это, это те дела, которые Христос сделал на земле, и та благодать, которая Его делами пришла в мир и покрыла все человечество, к этой благодати человечество теперь может приобщиться, она преизбыточествует, то есть она гораздо больше того, что необходимо, чтобы уничтожить смерть и уничтожить грех. И поэтому пишет, и дар не как суд за одного согрешившего, то есть здесь не идет неколичественное развлечение в плане того, что согрешил один, и вот столько-то нужно благодати, чтобы его оправдать. Нет, благодать преизбыточествует, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодатью к оправданию многих преступлений. То есть благодать, она покрывает множество преступлений. И как раз-таки об этом и говорит апостол Павел. Христос жив, Христос с нами. После Вознесения Он является нашим ходатаем, сев одесную Бога и Отца, Он стал нашим защитником, и теперь мы можем прибегать к Нему. Смерть Иисуса Христа изменила наше положение, по отношению к греху, а воскресение изменило и, соответственно, наше состояние. Теперь мы по отношению к греху и по отношению к смерти совершенно в других отношениях. И только когда мы крестимся и становимся членами церкви, мы становимся как раз-таки наследниками вот этих иных отношений, именно по обетованию Божию, которое Он дал еще Аврааму. И в семени Авраама, в котором родились великие пророки, Давид, пророк Давид, в череде которого его потомков родился Иисус Христос. И через Иисуса Христа, получается, весь мир может приобщиться к этой благодати Божией, которая во сто крат покрывает все прегрешения. Наша задача только обратиться к этому через церковь, через покаяние и через участие в жизни церкви. Дорогие братья и сестры, мы закончили чтение данного отрывка. Мы будем продолжать дальше изучение послания апостола Павла к римлянам. А сейчас будем помнить о том, что, молясь, мы обращаемся к Богу, а читая Священное Писание, Господь обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе. До новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok